Здравствуйте, друзья! В этом видео речь пойдёт о том, как регулировать температуру термостола на позистрах, если такая регулировка по каким-то причинам вдруг понадобилась, поскольку позистры тем и хороши, что они там на какую-то температуру уже настроены, в данном столе на 260 градусов, и вот не надо ничего не регулировать. Вот подключили, 220 вольт, и знаете, что этот стол будет у вас 260 градусов. Ну, например, по каким-то причинам вам понадобилось, вот мне понадобилось 100 градусов, да? Позистры это такие элементы, которые, ну, слишком резко меняют своё сопротивление, а значит, они резко меняют свою теплоотдачу. И вот плавную регулировку там выставить на 100 градусов, если они там, например, на 260 градусов, это достаточно такая задача. Но просто терморегулятором её не решить, поскольку слишком большую мощность они выдают сразу, да? Чем хороши ядерные реакторы? Затем, что он из нулевого состояния, где там милливатты выделял, если у него все эти стыри выдернуть, графитовые, да, и вывести его на полную мощность, то он там за, ну, наверное, миллисекунды из милливаттов сразу в мегаватт уйдёт. Вот примерно то же самое на несколько порядков меньше, и вот это позиторы, да? Температура не задана, и мощность, которую он выделяет, она достаточно приличная. Достиг заданной температуры, ну, соответственно, я имею в виду своей, не то, что мы там терморегулятором, соответственно, у него падает. А здесь мы, как бы, считайте, короткое замыкание, да, отключаем, подключаем. У вас то течёт максимальный ток, который только может через него течь, то ничего не течёт. Весь ток, ну, там, КПД достаточно большой у этих элементов, вот он, то всё выделяется в тепло, ну, условно, с некоторым КУ, да, там, например, то ничего не выделяется. У вас будут получаться вот такие вот скачки огромные. То есть, если на 100% мощности будете улетать, у вас настроено на 100, вот вы будете, даже если там где-то в 50, ну, не 50, так сказать, там, всё это, я гадаю, 75 выключаться, а улетать будете за, там, 200. Потом падать, вот даже если будете включаться когда-то там на подходе, то всё равно. И это такой пит-контроллер надо делать, что тоже, в общем, не так просто. Ну, и чтобы мне не забыть, как я это делал для съёмки видео, по вопрос-ответу спрашивали, почему вот 15 градусов разброс температуры. Ну, не знаю, вот нету никакого практически разброса температуры. Всё плюс-минус заданные характеристики. Но из-за того, что у нас вот эти динамические процессы, здесь включение-выключение приходит, есть некоторая разбежка, да, которую можно, ну, компенсировать имеющимися штатными средствами в терморегуляторах. Ну, всё, это вот такая вот присказка, значит, как всё это делалось. И делается сейчас. Датчик заведён, ну, потом, если кто-то будет такой термостол делать, значит, заведён под, просто под деревяшку и прижимается. Кто захочет регулировать, значит, сделает нормальный корпус, подведёт датчик, может быть, есть там, ну, разного вида, ввинтит в корпус, ну, не важно как. Вклеит на термоклей, там, сзади. Всё, датчик к столу. Нагревательный элемент у нас, ну, практически вот в столе. Значит, потом используется терморегулятор 1209 на динрейке, запитывается с, ну, 9 вольт и поднимается вот такой, про неё много раз рассказывал, повышайка DC-DC, которая дискретно повышает за счёт перемышки, там, на 5, 9, 12 и 2, ну, не помню сейчас точное значение, но вы не можете, ничего крутить не надо, вы перемычку припаяли там, где вам надо, и у вас это значение будет повышаться, если она может это повысить. Ну, давно работает, маленькое, удобное, можно зарядку от телефона, например, подключить, и у вас будет работать 12-ти вольтовое реле от, значит, 5-ти вольтовой зарядки для телефона. Дальше что у нас? Это мы завели питание. Дальше у нас, соответственно, сухой контакт здесь был, клеммы К1, К2, это значит, как выключатель. Один выключатель, одну клемму К1, ну, или одну винт выключателя мы завели на термостол, на вот эту позистры, да, на ихний вывод. Вот. Второй мы завели, соответственно, на твердотельное реле, 10-ти амперное, которое управляется с одной стороны напряжением постоянного тока, и, как видите, стоит диод, и там на самом деле это аптрон семисторный, он управляет, значит, семистором помощнее. На вторую клемму заведен, значит, другой провод с 220 вольт, и, соответственно, со второй клеммы силовой твердотельного реле на вторую клемму К1 от реле заведено. То есть, когда у нас реле щелкает, срабатывает, значит, у нас бы, если бы не управление этим реле, у нас, будем считать, что оно включено, вот как сейчас, то у нас семистор, здесь замыкает, здесь, допустим, это у нас источник 220 вольт, у нас замыкается клемма, и напряжение попадает, соответственно, на один вывод позистры на сборке, а второй вывод идет напрямую на 220 вольт. Но у нас как бы два ключа получается. Этот ключ зависит от температуры, а этот ключ ограничивает нам мощность, подаваемую на позистры. то есть, тоже приходит 220 вольт, второй идет на ключ, то есть, врезаемся в цепь 220 вольт, вот разрезаем провод. По идее, это все можно было вот сюда завести, тогда бы у нас 260 градусов было. Мы завели на один ключ, который управляет мощностью, это ПВМ-контроллер, сейчас я про него расскажу, да, и выход с этого ключа пошел на второй ключ, который управляется температурой стола, терморегулятор управляет, да, температурой стола. И, соответственно, когда мы достигаем 100 градусов, отключается, уже разрывается цепь первого ключа, даже если, а он постоянно, в принципе, включенный, но он подает, значит, 4% мощности от питания сети. Вот. И, соответственно, это ПВМ-генератор. На него приходит 9 вольт, тоже. Значит, он настроен, как вы видите, на 99 Гц, на 100 Гц, и на скважность 4%. Вот. И, соответственно, он вот сюда, этот ПВМ-сигнал, это шим-модуляция, да, то есть, подает, и, управляясь эмистором, соответственно, включает и отключает напряжение, подаваемое на клеммы К1, К2. Ну, вот, примерно так это все работает. И, как видим, наша система, хотя и находится, в общем, в среде, где она обдувается, да, и она достаточно мощная, поддерживается плюс-минус, там, 2-3 градуса. То есть, с точностью где-то 3-4% плавает. Ну, если кому интересно, вот, пересмотрите видео и поставите там галочки, с какой дельтой это все работает. Потом это можно пит-контроллером еще сильнее, но это очень надо внешнюю среду учитывать сильно. Ну, давайте посмотрим, если мы увеличим скважность, да, то есть, вот этот квадрат площадь, да, увеличим мощности. Ну, в конечном итоге, в итоге, просто мощность увеличим, подаваемую на позистр, а мы знаем, что позистр будет брать столько мощности, которые необходимы, чтобы набрать ему свою температуру. В данном случае, 260 там, градусов, да. Вот сейчас посмотрим, видите уже, как мы вылетели на 23%, и насколько мы вылетели. И давайте вот сейчас сделаем 100% мощность, и посмотрим, как у нас будет, насколько у нас будет летать это все дело. давайте чтобы побыстрее я сейчас чуть выну, чтобы остывал побыстрее. вот мы 100% мощность сделали. вот включилась у нас, и давайте посмотрим, сколько он наберет температуры. Вот мы выключились, и посмотрим, какая будет разбежка. то есть вот чем тяжело, вроде бы в 100 градусов вы выключились, но такую энергию набрал, что уже, конечно, вот в этом сложность работы с позиторными столами температурными. Вот. поэтому если мы ограничим до 4%, то мы в какой-то момент вернемся, ну, плюс-минус 4% будем там скакать. Может быть, можно там подстроиться частотой еще повеселее. А мы уже, видите, сейчас за 20% сейчас уйдем, но за 18% уже точно. Ну, вот так. это я видел, в том числе и для себя, чтобы я потом вспомнил вообще, что я делал, чтобы управлять столом. Ну, вариантов может быть много, как ими управлять, но, в общем, основное это ограничение мощности. Ну, все, пошли падать. Вот 18%, то есть мы где-то в 4 раза вот эти колебания уменьшим нагрузку в 25 раз в 4 раза смогли. Ну, может быть, я точно не мерил, да, мне это не очень интересно, я не выдающийся ученый. Вот, если кому-то интересно, можете повторить мой эксперимент и посмотреть, там, насколько это ну, все, на этом видео заканчиваю. Спасибо. Кому это интересно, ссылочки на оборудование будет. Вот этот вот терморегулятор внешнюю температуру показывает. Все, до новых видео.